Скажите, о каком Писании идет речь в Новом Завете? О Новом Завете или о Ветхом? И когда было написано 2 Тимофею 3.16? 2 Тимофею 3.16 там написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения и так далее. Братья, не о Ветхом Завете речь идет, не о Новом только Завете, речь идет о всей книге Библии. Все Писание, это значит все то, что заключено в этой книге. Кто-то рассуждает так, а вот может это что это значит? Последняя книга была написана, что уже все книги Нового Завета написаны, но сказали вроде бы, что книга Откровения была последняя написана. Самая последняя книга. Братья, за этим следил сам Бог. И в Слове Божьем я нахожу, ну то, что вопрос вызывает иногда у людей. Иногда так бывало, что о каких-то вещах написано вперед. И мы это читаем, и то, что было сказано раньше, оно сбылось. Так и Бог позаботился, чтобы в самой Библии было утверждение, что это Слово Божье. Что это Слово Божье, оно обладает целостностью Писания. То есть Писание под Словом подразумевается книга. И эта книга, вот Библия, которую мы имеем, здесь речь идет о всей книге Библии. И вопрос, почему богодухновенно написано с маленькой буквы? Братья, в общем-то, по правилам русского языка, с большой буквы пишутся имена собственные. Вот богодухновенно здесь речь идет не об имени собственном. Вот, например, Слово Божье, там где речь идет о Сыне Божьем. Он всегда с большой буквы в русской Библии пишется. Но, еще один маленький момент, братья. Чтобы нас не сбивала с толку, маленькая и большая буква в наших синодальных Библиях. Например, Матерь всегда пишется с большой буквы в Библии, когда речь идет о Марии, Матери Иисуса. Но в оригинальных текстах, в оригинальном языке Нового Завета, Ветхого, в некоторых современных переводах, ну, скажем, в грузинском языке, заглавных букв нету. Понимаете, да? Все буквы одинаковые. Нету заглавной буквы. Поэтому нельзя сказать, о, тут Отец с большой буквы, это значит о Боге идет речь. Это невозможно. Размером буквы там никого нельзя выделить. И поэтому и Матерь, и Иисус, и Отец, и Сын, и Дух Святой, все написано с одинаковых букв. Нет заглавных букв. И в оригинальном тексте Нового Завета заглавных букв нет. Поэтому переводчики при переводе, они уже думали, так, вот это надо с большой буквы написать. Дух. И мы говорим, о, если Дух с большой буквы, значит, это Дух Святой. А здесь Дух с маленькой буквы, это значит Дух Человеческий. Братья, это может нас вести в заблуждение. Мы должны смотреть в контексте, о чем идет речь. О каком Духе? О каком Отце? И, ну, это будет правильно. Поэтому вот это, то, что там богодухновенно с маленькой, или иногда Дух, там, где правильно было бы выделить большой буквой, тоже случается с маленькой написано. Так может быть. Но размер буквы, братья, при исследовании, он для нас не должен иметь решающее значение. Как относиться к словам друзей Иова? Например, Бог усматривает у ангела в недостатке. Братья, при чтении книги Иова и при проповедовании тоже. Будет правильно, если мы не будем строить какое-то учение на выражениях или на словах друзей Иова. Почему мы можем попасть в ошибку? Потому что Бог сказал о друзьях Иова, что они говорили не так правильно, не так верно, как Иов. Значит, где-то в своих речах они могли погрешать. Поэтому, если мы прочитали, что Бог усматривает у ангела в недостатке. Мы должны посмотреть, что об этом говорит Библия. Подтверждаются ли эти слова друзей Иова другими текстами Священного Писания? Так ли это так? Или это их ошибка какая-то? И это будет правильно. Тогда мы можем сделать правильные выводы. Верны были эти слова друзей Иова. Потому что многие слова, которые они говорили, это были слова верные. Просто они употребляли их конкретному человеку в конкретной ситуации. И это была их ошибка. Может ли быть такое с христианином, как с Павлом, чтобы не гордился? Из послания к Галатам. Может ли Бог жало в плоть, чтобы христианин не гордился? Я думаю, может быть. А почему не может быть? Бог тот же и методы Божьей работы с человеком, такие же, как во дни Иова и как и в наши дни. Спасибо.